Приветствую вас. Если вы обратите внимание на раздел, куда вы написали свой вопрос, то вы увидите, что написано там самопознание и развитие. Самопознание означает и развитие, что человек разбирается в себе. Разбор в себе – это процесс. То есть это не какая-то такая, знаете, отдельная история, да, что вот вы задали какой-то вопрос, вам дали ответ и всё. Так, к сожалению, не работает. Самопознанием занимаются вместе с психологом, иногда коучем и познают себя. Для начала необходимо узнать и понять корни того, что с вами произошло. А именно, как вы оказались, например, на нелюбимой работе. Ну, вы же как-то пришли на неё. Вы же её как-то выбрали. Вы же выбрали почему-то именно её, эту работу. Вот. Соответственно, нужно смотреть, как вы выбрали эту работу. Вот. Что вас привело на эту работу. Вот. Чего вы ждали от работы этой работы, да? Вот. Чего вы хотели от работы. Короче говоря, нужно собрать информацию. Вот. Это первое. Первое, что нужно. Дальше необходимо определить, чего вы хотите для себя. Какие у вас ценности, какие у вас способности, какие у вас взгляды, какие у вас, значит, ну, стремления и так далее. То есть, вот эти моменты, вот эти моменты, их нужно тоже разобрать обязательно. Далее, вы пишете, что вам не хватает решительности. То есть, именно, вот, вам не хватает решительности. Вопрос, который я хочу вам задать. Вы же так, если вам не хватает решительности, значит, вы боитесь. Ну, боитесь чего-то, да, и где-то баспетит. То есть, грубо говоря, у вас есть страх. А вот, соответственно, со страхами вашими, в том числе, тоже нужно разбираться. Тоже нужно работать. Чего вы боитесь? что за вашими страхами находится. Вот. И так далее. То есть, это вот та история, которую нужно разобрать. И вот, только разобрав все эти моменты, как ни парадоксально, можно будет уже ответить, тогда вам на вопрос, чем вы будете заниматься. с примеру. Но, сначала, необходимо, эммммм, убрать, те блоки, которые у вас есть сейчас. блоки на свободное волеизъявление своих чувств. К примеру. К примеру. К примеру. Различного рода. И так далее. То есть, сейчас, ваши силы, они драться, вот, на, сопротивление, на борьбу. Вот, а этого все-таки быть не должно, не должны ваши силы тратиться на борьбу, ваши силы должны расходоваться исключительно на то, что вам нужно, на то, что вам интерес. Сейчас этого не происходит, соответственно, на раскрытие вашего потенциала и оптимизации ваших ресурсов, и нужно в первую очередь нацелить. А вот так вот сходу ответить вам с точки зрения психологии, какая профессия ваша, как вам определиться, не зная критериев, не зная ваших увлечений, не зная ваших ценностей, не зная ваших страхов, нельзя. Ну можете сами так сделать, просто тест какой-нибудь пройдите и все, но вряд ли это поможет. Ну я имею ввиду, если я тебе помогу, я тебе уже помогу. Понимаете? Вот. Так что здесь... примерно так. Примерно такая столь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравилась моя дверь, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...